С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Сегодня в нашем выпуске вы узнаете. Список медицинских учреждений, в которых жители Заполярья могут получить высокотехнологичную медицинскую помощь, пополнился еще двумя организациями. В Москве подписаны соответствующие соглашения о сотрудничестве с медицинскими учреждениями столицы и Подмосковья. В информационном фокусе СМИ новое качество жизни населения. В Петербурге завершился форум СИЗАМ. Десятки журналистов из 11 регионов России вновь встретились, чтобы поговорить о медиатрендах и обменяться опытом. Нарьинмарские фигуристы получили допуск к соревнованиям высокого класса. В столице Заполярья побывал вице-президент Московской федерации фигурного катания Олег Овсянников. Об этом мы не только расскажем в ближайшие 20 минут. И в начале выпуска о первых кадровых решениях после трагедии в детском саду «Сказка» Александр Цибульский принял прошение об отставке руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого округа. Лина Гущина написала заявление об уходе в отпуск с последующим увольнением. Аналогичное заявление поступило в адрес профильного ведомства от заведующей детским садом «Сказка». Об этом сообщается на официальном сайте окружной администрации. Отставка произошла после трагедии, произошедшей в минувший четверг 31 октября в детском саду «Сказка» в Нарьинмаре. В результате смертельного ножевого ранения, которое нанес 36-летний житель окружной столицы, погиб находившийся в группе детского сада 6-летний мальчик. Преступник был задержан на месте. 1 ноября суд избрал в отношении подозреваемого в убийстве меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца. И накануне стало известно, что Следственным комитетом России по Архангельской области и Ненинскому округу подозреваемому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство малолетнего». В проект «Стратегии развития Ненинского округа до 2030 года» внесут дополнения, касающиеся поддержки традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера. Доработанный проект накануне был презентован окружным парламентарием в ходе заседания Постоянной комиссии по экономической политике и бюджету. Наталья Кислякова продолжит. Проект «Стратегия развития региона до 2030 года» был представлен парламентарием еще в середине октября. Однако тогда у депутатов возник ряд вопросов к разработчикам проекта. В частности, народные избранники рекомендовали дополнить содержательную часть стратегии разделом, предусматривающим поддержку традиционного образа жизни коренных и малочисленных народов Севера в качестве одного из основных направлений. Создание условий для формирования устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера на основе укрепления их социально-экономического потенциала при сохранении исконной среды обитания, традиционного образа жизни, культурных ценностей и устойчивого экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера. Вместе с тем парламентарии обратили внимание на необходимость развития национальных видов спорта. Еще одним важным направлением должна стать стратегия социально-экономического развития муниципальных образований в разрезе сельских поселений округа. Потребность развития внутреннего рынка кормов в разделе «Новые отрасли» в Невнинском автономном округе обоснована необходимостью роста производства молочных продуктов на территории округа. Ежегодно на 2,1 тысяч тонн, необходимого для обеспечения соблюдения рекомендуемых Минздравом России нормативов потребления на человека. В свою очередь, развитие молочного животноводства неразрывно связано с развитием кормовой базы на территорию округа с целью снижения расходов по доставке кормов из других регионов. Кроме того, в ходе заседания комиссии народные избранники заслушали отчет об исполнении окружного бюджета за 9 месяцев 2019 года. Исполнение бюджета за 9 месяцев 2019 года составило по доходам 16 млрд 165 млн рублей или 102% к плану 9 месяцев и 76% в году. По расходам 15 млрд 409 млн рублей или 89% к плану за январь-сентябрь текущего года и 63% к году. Окружной бюджет за 9 месяцев исполнен с профицитом в сумме 756 млн рублей. Добавлю, вопросы, рассмотренные на заседании постоянной комиссии по экономической политике и бюджету, будут вынесены на предстоящую сессию. Наталья Кислякова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». В Ненецком округе продолжается работа по расширению сети медицинских организаций, расположенных за пределами региона, в которых жители округа могут получить высокотехнологичную медицинскую помощь. Так, на минувшей неделе в Москве были подписаны соглашения о сотрудничестве между Департаментом здравоохранения, труда и социальной защиты населения округа и медицинскими учреждениями столицы и Подмосковья. В мероприятиях по поручению главы региона Александра Цибульского принял участие руководитель профильного ведомства Сергей Свиридов. Эту высокотехнологичную ортопедическую операцию по коррекции приобретенной деформации стоп провел заведующий отделением травматологии и ортопедии клиники МЕДСИ Айды Сондар. Высококлассный врач, специализирующийся на хирургии стопы, эндопротезировании крупных суставов и атероскопии коленного сустава, известен далеко за пределами столицы. На базе нашей клиники мы выполняем эндопротезирование крупных суставов, таких как эндопротезирование коленного сустава, тазобедренного сустава, плечевого сустава. Также внедряем сейчас эндопротезирование голеностопного сустава. Очень много к нам приезжает со всей стороны спортсменов с повреждениями передней крестообразной связки, с повреждениями менисков, с повреждениями аппарата плечевого сустава, стабилизируемый плечевой сустав артероскопически, не открыт, а именно артероскопически. Также к нам приезжают пациенты из регионов на удаление грыжи межпозвонковых дисков. Оказание высокотехнологичной помощи – одно из главных направлений компании МЕДСИ. Ежегодно здесь проводится более 5000 таких операций. Специалисты компании работают по принципу фаст-трак-хирургии. Это хирургия быстрого пути с применением малоинвазивных хирургических техник, которые обеспечивают отличный результат при минимальных повреждениях тканей и риске осложнений. Минимально инвазивно, без больших разрезов, с минимальной кровопотерей. Выполнить сегодня самые сложные высокотехнологичные операции. Когда пациент может уже вечером после операции встать, после небольшой операции поехать домой, а после крупной, через несколько дней, не испытывая какого-то стресса пребывания в стационаре, вернуться к обычной жизни, к своим родственникам. Ведущие специалисты – самое современное оборудование и, как результат, высококвалифицированная медицинская помощь по самым различным профилям и самым сложным клиническим случаям. Группа компании МЕДСИ – крупнейшая в стране федеральная частная сеть лечебно-профилактических учреждений, предоставляющая полный комплекс услуг по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и реабилитации. Ежегодно в группе компании МЕДСИ проходит госпитализацию более 55 тысяч пациентов и выполняется более 20 тысяч операций. Получить высокотехнологичную медицинскую помощь здесь теперь смогут и жители Неницкого округа. На сегодняшний день продолжаем работу по поручению губернатора, по расширению сети медицинских организаций, где жители округа смогут получить высококвалифицированную помощь. На сегодняшний день мы подписали соглашение с группой компании МЕДСИ. В их лице мы увидим очень надежного, очень высококвалифицированного партнера. Сотрудничество Неницкого округа с компанией МЕДСИ продолжится по нескольким направлениям. Помимо оказания высокотехнологичной медицинской помощи жителям региона, на базе МЕДСИ станет возможным повышение квалификации врачей не только дистанционно, но и у операционного стола. Проведение мастер-классов, стажировок врачей у нас, в наших операционных, в наших диагностических подразделениях для того, чтобы стать еще более эффективнее в вопросах ранней диагностики сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, сахарного диабета, хронической обструктивной болезни легких. То есть мы готовы обучать врачей, мы готовы оказывать организационно-методическую поддержку, мы готовы проводить телемедицинские консультации, онлайн-консилиумы по самым сложным случаям заболеваний. Ну и, конечно, это выездная консультативная работа ведущих специалистов группы компании МЕДСИ, непосредственно в Нарьянмар и прием пациентов в Нарьянмаре. Соглашение о сотрудничестве между Ненецким округом и группой компании МЕДСИ уже в ближайшее время перейдет в практическую плоскость. В середине ноября в округ приедет команда специалистов. Столичные врачи отберут пациентов для оказания им высокотехнологичной медицинской помощи в стенах современной клиники в Москве. А это одна из ведущих клиник страны, специализирующаяся на сердечно-сосудистой и эндоваскулярной хирургии, гинекологии, урологии и трансплантологии, Федеральный клинический центр высоких медицинских технологий Федерального медико-биологического агентства России. Ежегодно лечение в клинике проходит порядка 24 тысяч пациентов, проводится более 7,5 тысяч операций. Для получения медицинской помощи в клинику съезжаются пациенты со всех регионов России. Нередко врачи Федерального центра высоких медицинских технологий сами отправляются туда, где без их помощи не обойтись. Мы часто выезжаем, потом занимаемся экстремальной медициной. У нас всегда оснащенные бригады есть, которые формируются из своего же личного состава и летят на все вот эти ЧП, которые... Знаете, вот после наводнения в Иркутской области у нас сегодня люди прилетают оттуда. Целая команда, которая работала 4 месяца вместо районной больницы в городе Нижнеудинске и заменяла практически центральную районную больницу. К врачам такого уровня уже в ближайшее время смогут попасть и жители Неницкого округа. Согласно медицинской статистике, ежегодно в специализированных центрах России высокотехнологичную медицинскую помощь получают порядка 350 жителей региона. Ирина Цепетова, Леонид Шишелов, Телеканал Север, Москва. Вопросы освещения реализации национальных проектов стали главной темой ежегодного форума СМИ Северо-Запада, который проходит в эти дни в Санкт-Петербурге. В СИЗАМе приняли участие и журналисты из Неницкого округа. Алина Ваучейская расскажет подробнее. Основной темой 17-го СИЗАМа стала тема информационного освещения реализации национальных проектов. Десятки журналистов из 11 регионов России вновь встретились, чтобы поговорить о медиатрендах и обменяться опытом. Среди делегатов от Неницкого округа Юлия Горбонос, обозреватель общественно-политической газеты «Няльяна Виндер» на форуме впервые. Насыщенная программа нас ждала. В целом форум посвящен освещению в прессе и телевидении национальных проектов. Мы почерпнули очень много интересной информации. Поделились опытом своим с коллегами из соседних регионов. У них переняли опыт. Архангельск, Мурманск, Санкт-Петербург, Ленобласть, Волок, Дейбсков. Традиционно в ходе форума журналисты презентовали свои регионы. Получился этакий медиа-атлас Северо-Запада. В режиме прямого эфира представители, пишущие и снимающие братья, рассказали о специфике работы СМИ в каждом субъекте. В регионе всего 10 СМИ, которые представлены на нашем стенде. И каждая СМИ ориентирована на свою целевую аудиторию. Например, газеты «Высокий возраст», которые входят в состав издательского дома Ненецкого округа, это бюджетное учреждение. Естественно, ориентированы на божевых людей. Есть также издания для тренового населения, это немцы, которые качают в Тунглия. Это два журнала «Дармюль» и «Свою». Помимо обсуждения актуальных вопросов в медиасфере, форум «Сезам» вновь выступил в качестве коммуникационной площадки для журналистов. Организаторами встречи традиционно стали ассоциация СМИ Северо-Запада, которая в этом году отметит юбилей. Стало ясно, что чисто таких престуровских форм и каких-то иных мало. Надо раз в году попытаться собраться и поговорить не просто о текущем, заглянуть немножечко туда, в будущее, почувствовать тренды направления информационного развития, поговорить о них. В завершении форума состоялось традиционное награждение победителей конкурса журналистских работ. Материалы авторов из Ненецкого округа вошли в шорт-лист лучших публикаций. Алина Волчейская, Владислав Носкин, телеканал «Север», Санкт-Петербург. В Ненецком округе стартует серия бесплатных лекций, семинаров и консультаций финансовых экспертов для взрослой аудитории, а также будут организованы образовательно-просветительские занятия для школьников и студентов. Мероприятия пройдут в рамках шестой всероссийской недели сбережения под эгидой Министерства финансов. Основная цель мероприятий – формирование у граждан разумного финансового поведения и ответственного отношения к своим личным сбережениям. Особое внимание будет уделено цифровизации банковских услуг. Все мы очень активно с вами пользуемся цифровыми финансовыми сервисами, переводим деньги с помощью компьютера, смартфонов, часто даже не подозревая того, что нас ждет какая-то опасность. И в один клик мы можем лишиться всех своих сбережений. Поэтому в рамках этой недели особое внимание уделено данным мероприятиям и информированию населения о возможных рисках. Также в рамках всероссийской недели сбережений в сотрудничестве окружного профильного департамента и Нининской центральной библиотеки имени Печкова откроется факультет финансовой грамотности, который будет работать на постоянной основе раз в месяц. Первое занятие пройдет 7 ноября в 14 часов. И в завершении выпуска новости спорта. Допуск к соревнованиям высокого класса получили нариенмарские фигуристы. В столицу Заполярья побывал вице-президент Московской федерации фигурного катания Олег Овсянников. Он провел для заполярных спортсменов специальные тесты. И теперь они смогут участвовать во всероссийских состязаниях, получать спортивные разряды и совершенствоваться в своем виде спорта. Ольга Русул продолжит. Юная фигуристка Катя Болотова на льду уже 4 года за это время. Она успела принять участие в нескольких соревнованиях. Девочка мечтает стать профессиональной спортсменкой. Два раза у меня была программа, а третий раз самый первый. Это было в Архангельске. Я просто выполняла элементы. А скажи, ты хочешь фигуристкой стать? Фигуристкой, да. А потом тренером по фигурному катанию. Даша Владимирова в этом спорте тоже с юных лет. В планах девушки совершенствовать мастерство и дальше. Да, дальше заниматься. Ну, я не знаю, поехать на соревнования, сдать второй разряд. Получить заветные спортивные разряды на ренмарские звездочки фигурного катания могут только при условии сдачи обязательных тестов. Кроме того, они являются допуском к соревнованиям. Поэтому не меньше юных спортсменок за прохождение теста переживают их самые верные болельщики и поклонники – родители. Это очень нужно, потому что детям нужно продвигаться вперед, чтобы они двигались. Потому что если они не будут соревноваться, они будут соревновательного духа. У них не будет цели. А цель – это соревнование, это выступить, это показать себя на льду, что они умеют, чего они достигли за это время. То есть два с половиной года они занимаются. Вначале в общей здоровительной группе, потом в начальной подготовке. Им же надо, ну, чтобы эмоции были. Они должны понять, почувствовать зал, почувствовать лед, что они одни на этом льду и что они могут делать. Спортивные тесты по фигурному катанию – это комплекс определенных элементов, которые надо выполнить. Результаты заносятся в индивидуальные зачетные книжки фигуристов. Без них невозможно присвоить разряд, а значит подниматься выше по спортивной лестнице. Пока судить сложно, с учетом, что у нас как бы спор только пять месяцев, но в принципе за это время они показывают хороший результат. Вот, например, те же последние соревнования, как бы, пятое, шестое место заняли из пятнадцати. Как бы это достойно, в принципе. Будем надеяться, что вот сейчас дальше будет, в декабре мы планируем выезжать и уже приблизиться к заветной тройке. Участие во всероссийских соревнованиях – это еще одна ступенька для наших фигуристов. Ведь благодаря такой возможности у девочек появится возможность попасть в большой спорт. Ну, а почему нет? Вы посмотрите, практически, ну, скажем так, у нас в Москве катаются там те же Загитова, да, она из Казани. То есть, ну, которые олимпийские чемпионы. В принципе, москвичей очень мало, скажем так, кто стал олимпийскими чемпионами, коренных, я имею в виду, москвичей. В основном все приезжие. Поэтому сам Бог велел вам. Здесь звездочки-то и рождаются. В Ненецком округе пока нет своей федерации фигурного катания, поэтому приезд такого именитого московского тренера – большая удача. Вышли, так скажем, на московскую федерацию, потому что это наиболее такая, где развита индустрия вот эта, где очень все уже поставлено на поток и где уже на данный момент нельзя участвовать в соревнованиях без вот именно вот этих технических требований. По результатам выполнения теста все спортсмены получили зачет по третьему юношескому разряду, а трое спортсменов выполнили тесты по второму юношескому разряду. Ольга Русул, Антон Водряков, Телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды. Спонсор выпуска прогноза погоды – группа компаний ЛСР.